Путин в середине 20-х годов 21 века Который станет не только лидером России, но и всего мира И приведет человечество к новой эре великого могущества и процветания Или к тому самому прекрасному далеку, о котором сказано уже достаточно много Публикация стала невероятно популярной И я решил посмотреть, что говорят об этом другие выдающиеся пророки И выяснил, что практически все выдающиеся пророки, причем уже много веков, говорят то же самое И я начал большой цикл публикации об этих пророках и пророчествах Эти публикации тоже вызвали очень большой интерес В прошлой публикации Немчин о скором уходе Путина и переходе нового великого лидера Я уже затронул вопрос о том, что думает по этому поводу русская православная церковь Ссылка на ролик будет под этим роликом Самое потрясающее здесь то, что РПЦ тоже полностью подтверждает это пророчество Вот представьте себе, как говорится, на все сто РПЦ согласна с тем, что Путин вот-вот уйдет и придет новый действительно великий лидер И более того, РПЦ полностью согласна с тем, что этот новый лидер станет самым великим лидером во всей истории человечества Понятно, я не буду голословным и расскажу дальше о том, что говорят по этому поводу РПЦ и ее представители Как такое может быть, что РПЦ смеет утверждать, что Путин скоро уйдет? Очень просто Это пророчество сделано православными пророками тоже не сегодня И корнями опять уходит Лубиновиков И оно отражено в православных текстах, которые никому и в голову никогда не приходило засекречивать РПЦ сегодня просто деваться некуда Но РПЦ на все сто согласна только с первой частью этого пророчества Есть и вторая его часть, та, которую я вынес в заголовок По второй части представители РПЦ есть два мнения Первое я изложил в предыдущей публикации Православный пророк Немчин утверждал, что новый великий лидер не будет антихристом И кстати, он далеко не единственный православный пророк, который высказал такую точку зрения И есть вторая, очень авторитетная точка зрения, которая якобы принадлежит святителю Игнатию, миру его фамилия Бринтинина Я о нем кратко рассказал в указанном прошлом ролике РПЦ его официально считают пророком от Бога Напоминаю, по доктрине РПЦ возможны два типа пророчества Вернее, пророчества и предсказания Пророчества идут от Бога А вот предсказания от сатаны и от бесов В РПЦ это называется прелестью То есть прельщение бесами с целью подорвать православную веру И понятие прелестью православия, кстати, намного шире понятия предсказаний По сути прелестью объявляют все, что не вписывается в православную доктрину Я уже рассказал о методиках гипнотической прогрессии и гипнотической регрессии Которая в наше время, к счастью, уже начала серьезно изучать наука Прогрессия позволяет видеть будущее и делать пророчества Регрессия же позволяет видеть прошлое И есть мнение, в том числе и мнение ученых Что регрессия это пробуждение памяти о прежних жизнях Так вот регрессию РПЦ тоже объявляет прелестью Дескать, память о прошлых жизнях ложная и внушается нам бесами И, кстати, автор православной доктрины прелести тот самый епископ Игнатий Которого я уже упоминал, вернее, святитель Игнатий Он официально прославлен РПЦ в лике святителей Еще в Советском Союзе официально прославлен Так вот, у него есть богословская работа Об этом и она так и называется У прелести И, как я уже сказал, концепция прелести достаточно отвратительная концепция В принципе, позволяющая объявить прелещенным кого угодно Но вернемся опять к святителю Игнатию Напоминаю, вот как он выглядел Об этом его пророчестве уже сказано немало Давайте посмотрим, что говорит об этом пророчестве профессор богословия Усипов Он очень известный священнослужитель и много выступает на ютубе Вот, кстати, как он выглядит И вот, что он сказал о скором приходе Антихриста Фрагмент из ролика с одного из каналов на ютубе На ютубе очень много роликов С Осиповым, в том числе и роликов о приходе Антихриста Давайте посмотрим этот фрагмент А вот подлинное пророчество, подлинное, которое вы можете все взять и прочитать Прямо прочитать Это пророчество Игнатия Бринчанинова, святителя Который в своих письмах, вот, это середина 19 века, чёрным по белому прямо написал Можете, повторяю, взять и прочитать Наш народ может и должен стать орудием гения из гением Антихриста Который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии Он сказал мысль, идею Сколько было этих деятелей, которые хотели захватить весь мир Вот он, наконец И ужас какой Наш народ может И должен, в смысле, должен по идее По идее, по логике Он не приказывает, что он не может Может и до Наш народ Я содрогнулся, когда первый раз прочитал это Но что здесь нужно сразу уговорить? Здесь, вредвычайно важен вопрос Кого понимать под Антихристом? Я уже говорил, что в различных авраамических религиях его понимание разное Кроме того, есть его понимание в широком смысле Любой, кто идёт против Иисуса Христа и веры Христовой И в узком Тот, кто придёт перед концом света Выдаст себя за Господа Бога Совершит множество чудес И все народы поверят ему Решат, что он и есть Господь Бог И он станет царём всей нашей планеты Или, как говорит Осипов, осуществит идею всемирной монархии А затем придёт Христос Уничтожит Антихриста И уничтожит всех грешников Напоминаю, в последний день земли Все мёртвые восстанут из могил И кто-то встанет навсегда А кто-то, так сказать, ляжет навсегда Убитые еврейским Богом мёртвые В последний день земли Больше не воскреснут И даже они попадут в ад А станут мёртвыми навсегда Их ждёт небытие И еврейский Бог их не просто Умертвит А умертвит, как всегда Глубоко гуманно Через чудовищную пытку Которая по всему будет Даже похлеще адских Которым он и так до того Подвергал грешников тысячи и тысячи лет Я уже говорил и не раз говорил Православие, в частности, и христианство Вообще это по-настоящему чудовищная И по-настоящему гнусная религия И в том числе из-за этой концепции Бога-палача Подвергающего грешников в воду Чудовищным адским пыткам Мне пришлось довольно долго Рыть в интернете В поисках ответа на вопрос Так кого же профессор богословия Алексей Осип Понимает под антихристом Хотя по всем косвенным признакам Он понимает под ним именно того О ком писал Иоанн Богослов В апокалипсисе Я понятно нашел ответ на вопрос Под антихристом Осипов понимает именно того Антихриста И получается, что он утверждает Не больше, не меньше Что если уйдет Путин То наступит конец света Если кто считает, что я неправильно Толкую его выступление в интернете Пусть меня поправит Но, как я уже сказал Варпоценит единого мнения по этому вопросу И мысль о том, что Пророчество святителя Игнатия Озвучивается неправильно Тоже уже высказывается Православными людьми В интернете вовсю Кстати, когда я все это выяснил У меня появилась мысль А не отсюда ли идет Известная, а точнее Коронная заявочка Путина Они все сдохнут А мы попадем в рай Но, впрочем, на этот вопрос Я ответа понятно не ношу Конечно, было бы правильнее Рассказать об этом всем Куда детальнее Но это зависит от вас Наши уважаемые подписчики Читатели и зрители Если данная публикация Вызовет серьезные интересы И будет действительно По-настоящему востребована Нашими аудиториями То будут и продолжения Но если нет, то вы Я сейчас не смогу себе позволить Тратить время на раскрытие данной темы Хотя, понятно, я бы очень хотел ее раскрыть Если понравилась публикация Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Делитесь публикацией В социальных сетях И на других ресурсах Смотрите другие мои публикации Поддерживайте канал Донатами Ссылка, по которой каналу Можно оказать помощь Будет под роликом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok